ДИАЛОГ Марина Михайловна Кривунь, начальник отдела предпринимательства Комитета экономики Гомельского областполкома. В 1992 году получила специальность инженера-строителя путей сообщения в Белорусском институте инженеров железнодорожного транспорта. В 2005 году окончила Академию управления при президенте Республики Беларусь с присвоением к квалификации экономист-менеджер. В начале трудовой деятельности работала инженером отдела кадров, бухгалтером-кассиром, секретарем-референтом, позднее специалистом в администрации железнодорожного района города Гомеля. Вопросами развития предпринимательства занимается более 20 лет. С 1997 года в Управлении экономики и рыночных отношений Гомельского горосполкома в 2005 году возглавила отдел предпринимательства областного исполнительного комитета. Свои вопросы Марине Кривунь вы можете задать, позвонив по номеру телефона в Гомеле 340 043. Сообщение можно отправить в Вайбер номер плюс 375 29 340 043 3. Здравствуйте, Марина Михайловна. Здравствуйте, Ольга. Любой предприниматель, который стремится открыть свое дело, вначале должен, конечно же, получить ответы на все интересующие вопросы. И я думаю, что сегодня как раз именно эти вопросы мы с вами и рассмотрим, которые будут интересны и уже действующим предпринимателям, и тем, у кого собственное дело пока еще только в планах. Марина Михайловна, какова сегодня структура предпринимательства в Гомельской области? Ну, я, безусловно, буду рада, если мои ответы окажутся полезными для слушателей. Ну, а сегодня в Гомельской области зарегистрировано более 36,5 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Из них порядка 10 тысяч – это предприятия, и 26,5 тысяч – это индивидуальные предприниматели. В большинстве своем работают они традиционно уже в сфере розничной оптовой торговли порядка 35%, в сфере производства – 18%, в строительной сфере, в сфере оказания услуг. Поэтому спектр их деятельности охватывает все сферы нашей жизни. А правда ли, что розничная торговля сегодня уже не такое перспективное направление, каким оно было несколько лет назад, и как-то эта структура меняется со временем? Безусловно, меняется. Когда я пришла на работу в областполком в 2005 году, как в визитке было сказано, розничная торговля и оптовая занимала более 53%. Поэтому, если сегодня это 35%, то количество людей, которые переходят в услуги и в производство, увеличивается. А есть ли, на ваш взгляд, у нас не занятые пока в предпринимательстве ниши какие-то предприятия или услуги, которыми пока еще мало кто стремится заниматься? Ну, наверное, у всех на слуху, это не секрет. Сегодня Беларусь позиционируется как IT-страна. И я считаю, вот и последнее совещание это показало, что действительно очень большая востребованность именно в специалистах в этой области, а особенно в компаниях, занимающихся IT-технологиями и разрабатывающими конечные продукты. То есть пока этот рынок еще не заполнен? Не заполнен, и он долгое время будет не заполнен. Буквально на днях я прочитала в российской прессе, что сегодня даже Российской Федерации не хватает более двух миллионов айтишников. Такая же потребность есть и у нас, и сегодня эта сфера достаточно динамично развивается. А хотите ли вы стать предпринимателем? Такой вопрос наши корреспонденты адресовали людям на улицах. Давайте узнаем, как они отвечали. Собственное дело открыть, это клево, но я думаю, что это будет трудновато. Во-первых, первоначальный капитал должен быть какой-то. Это раз, бизнес-план хороший. Я думаю, что это тяжело. Не каждому дано. Известно, что процентов 10 только способны на это дело. Я лично не расположен к этому. Ну, если была бы возможность, была бы я помоложе. Может быть, бы и хотела бы стать предпринимателем. Но для этого надо какие-то знания, навыки, умения, чтобы воплотить какие-то свои мечты в жизнь. Да, я хотела бы стать предпринимателем. Сколько это тяжело сказать, не могу, потому что не пробовала. Ну, мне кажется, что, в принципе, все возможно. Если попробовать, то должно получиться. Не знаю, мы не в той сфере. Да, Юра? Мы не умеем быть предпринимателем, мы простые люди, да? Да, мы простые. Не знаю, кем он будет. Художником, сказал, будет. Но я бы не хотела, потому что я совсем в другом мире живу. Мой мир – это дети, которых я учу, студенты, которых я учу и воспитываю. Поэтому вокруг меня очень много предпринимателей, знакомых, друзей, соседей. Это вообще не проблема – стать предпринимателем для них. Документы они оформляют очень быстро. Волоки-то никакой нет. Налогами никто не давит, все по силам. Нет, я даже об этом никогда не задумывалась, потому что у меня совсем другие приоритеты в жизни. И другой вообще склад ума и натуру, поэтому... Вопрос сложный. Я не предприниматель. Хотел бы или нет, я работаю в солидной организации, меня все устраивает. Опять-таки, если бы у меня с работы не получилось, наверное, ответ был «да». Мы продолжаем диалог в прямом эфире. К сожалению, уважаемые телезрители, мы не можем сегодня принимать ваши вопросы в Вайбер по техническим причинам. Но готовы выслушать вас прямо в прямом эфире в этой студии. Поэтому присоединяйтесь. 340-043, номер нашего телефона. Марина Михайловна, глядя на человека, можете определить, поговорив с ним, стоит ему заниматься бизнесом или лучше даже не начинать? Вы знаете, ко мне очень часто обращаются и на прием, и за консультацией. Да, действительно, в процессе разговора иногда можно определить, насколько успешен будет человек, насколько он этого хочет. Но, как правило, когда люди обращаются за консультацией, где лучше работать, как лучше начинать, я все время рассказываю, как им будет трудно. Я рассказываю, что может быть плохо, что может быть тяжело, хорошо у вас получится и без меня. Поэтому, в действительности, это мировая практика. Из 10 зарегистрированных предприятий через 5 лет осуществляют деятельность и добиваются успеха только 2. И это не в Беларуси. Это, скажем так, мировой опыт. Для того, чтобы быть предпринимателем, это призвание, в первую очередь, а во вторую, это очень тяжелый труд. Это ответственность за себя, за свою семью, ответственность за работников. Но это, в принципе, ты делаешь все сам. Это тяжело, но это очень интересно. Да, это на самом деле очень интересно. Люди находят себя, занимаются любимым делом, у них горят глаза, и они сами себе начальники, что тоже, наверное, в некотором смысле очень привлекательно, немаловажно. Но успех бизнеса определяет ведь не только этот огонь в глазах у человека и его любовь к тому, чем он занимается. Если сегодня посмотреть на самые успешные предприятия частные региона, то, как вы думаете, какие еще слагаемые здесь есть в этой истории? Как я и сказала, это тяжелый каждодневный труд. Иногда говорят, что руководитель предприятия, особенно, не знаю, почему бы то это такое мнение, ну что он делает, туда съездил, туда съездил, целый день куда-то ездит или сидит в кабинете кофе пьет. Как правило, руководитель предприятия, особенно успешного предприятия, он не работает сегодняшним днем. Он работает на перспективу и даже не на ближайший год. Я уверена, что более, да, у 100% предприятий, которые работают в частном бизнесе, не на один год, а на несколько лет вперед уже есть понимание, чем они будут заниматься. Они очень гибко реагируют на изменения рынка, достаточно серьезно и быстро ищут себе новых партнеров. Но ведь никто не принесет контракт и никто не купит, скажем, тот продукт, который сегодня уже морально устаревает. Поэтому основное слагаемое успеха – это умение мыслить стратегически и видеть перспективу. И четко, ясно понимать цель и поступательно к ней идти. А первоначальный капитал, насколько важен? Можно стартануть, ну, совсем с нуля и прийти к каким-то хорошим результатам? Есть ли какие примеры? Можно стартануть совсем с нуля, я больше, чем уверена. Но, конечно, хотелось бы какой-то стартовый капитал. Но, во всяком случае, на первое время, чтобы понимать. То есть в любом случае будут определенные расходы, пусть небольшие, но они будут. Это расходы и на регистрацию, и расходы на аренду. Как правило, начинающее предприятие не может себе позволить сразу купить недвижимость. Даже если это недвижимость за одну базу, в увеличенную, продается, то она требует дополнительных капитальных вложений. Это и проектная документация. Кстати, многие предприниматели, вернее, многие безработные, которые временно остались без работы и состоят на учете в центре занятости, начинают свою деятельность с получения субсидии. Такой вид поддержки предусмотрен. И в прошлом году, если я не ошибаюсь, порядка 300 человек воспользовались этим видом поддержки. Ну, в принципе, условия достаточно приемлемые. В большинстве своем люди организовывали деятельность такси, парикмахерских. В общем, работали в услугах оказания услуг по ремонту, по строительству. Поэтому в этом мире возможно все. Марина Михайловна, какой вклад сегодня вносят предприниматели в экономику региона? Ну, вот как я и говорила, 36 тысяч субъектов хозяйствования на сегодняшний день. Ну, я не могу говорить на сегодня, давайте возьмем итоги 2017 года. По итогам 2017 года вклад малого бизнеса, я подчеркиваю, малый бизнес, это численность работающих до 250 человек, составил 414 миллионов рублей, динаминированных рублей. Это порядка 20% всех поступлений в бюджет области. А в экономике какой показатель считается оптимальным? По поступлениям налогов, наверное, чем больше, тем лучше. В экономике несколько иные показатели являются главенствующим. Это и количество занятых, порядка 20%, даже уже чуть больше занятых в экономике. В Гомельской области это занятые в малом и среднем предпринимательстве. Стоит цель программы поддержки малого бизнеса, достижения субъекта малого и среднего предпринимательства 40% удельного веса валовой добавленной стоимости. У нас, к сожалению, пока только 17 небольшим процентов. Но опять же, надо принимать во внимание то, что Гомельская область – самая промышленно развитая область. И, наверное, частному бизнесу, опять же, говорю о том, что это маленькие предприятия, до 250 человек, трудно составить конкуренцию нашим промышленным гигантам. Но и эти 17,5% – достаточно весомый вклад. А сейчас предлагаю перейти к сюжету. Наши корреспонденты побывали на предприятии Будокошелевского района. Почти 300 индивидуальных предпринимателей и около 170 малых, средних и микроорганизаций. Именно такие цифры сегодня называют в Будокошелевском районе, когда говорят о предпринимательской деятельности. Только в прошлом году здесь создано 16 новых предприятий, в том числе 6 в производственной сфере. Общество с ограниченной ответственностью Logicbox первую продукцию выпустило еще в 2015-м. Правда, до этого почти год пришлось приводить в порядок приобретенные помещения, которые до этого не эксплуатировались почти два десятилетия. И больше напоминали руины. Сегодня это стабильно работающее предприятие, имеющее партнеров как внутри Беларуси, так и за пределами страны. При этом часть выпускаемой продукции в республике аналогов не имеет и относится к импортозамещающей. Еще 67% импорт в основном в Российскую Федерацию. Впрочем, найти партнеров – это еще не все. Нужно набрать специалистов, которые будут работать на современном итальянском, корейском, турецком и китайском оборудовании. В сравнительно небольших городах это не так уже и просто. Специалистов набрать везде сложно, но наше предприятие вообще, наверное, хорошо тем, что работников можно обучить прямо на предприятии. Даже с улицы, когда приходят люди, более или менее понимающие технические и грамотные после техникума, то у нас прямо на предприятии можно их научить и в дальнейшем получить разряды, специальность, то, которое нужно. Сегодня в работе небольших частных предприятий есть ряд особенностей. Во-первых, в отличие от больших производств, здесь практически нет складских помещений. Хранить произведенную продукцию длительное время экономически невыгодно. Кроме того, небольшое предприятие легче перестроить на выпуск новой продукции. Среди партнеров общества с ограниченной ответственностью «Белэкстех» торговые сети, мясо- и молочные комбинаты «Птицефабрики». Среди последних выигранных тендеров заказ на 300 тысяч пакетов для «Птицефабрики» из Витебской области. На его выполнение необходимо примерно 5 дней, однако предприниматели не отказываются и от таких сравнительно небольших партий. Во-первых, это тоже прибыль, а во-вторых, в условиях жесткой конкуренции необходимо бороться за любого заказчика. Очень тяжело участвовать, потому что сильно большая конкуренция в нашей стране, много производителей пакетов и ПНД, и ПВД. Поэтому боремся за каждого клиента. Где качеством, где ценой, где условиями по доставке, где срочкой платежей. Есть много вариантов. Сегодня в Будокошелевском районе зарегистрировано 96 безработных. Основная часть – люди со средним и средним специальным образованием. Частично проблема их трудоустройства заключается в том, что не все могут пройти медицинскую комиссию. Даже на такую специальность, как сторож. Что касается предпринимательской деятельности, то здесь другая проблема. Далеко не каждый может не просто создать собственное предприятие, но и обеспечить ему устойчивое развитие. Хотя такие люди в районе все-таки есть. В прошлом году, например, план по открытию новых предприятий здесь выполнили на 115%. Причем, кроме открытия торговых организаций, предприниматели высказали желание работать также в сфере лесозаготовок, сельского хозяйства, обработки неметаллических отходов и компьютерного программирования. Главное еще желание человека заниматься самостоятельно, открыть частный бизнес. Поэтому мы изыскиваем таких людей, которые способны в этом плане и мыслить где-то, и развитие свое получительное желание, чтобы они имели по открытию собственного дела. Вы смотрите «Диалог». Марина Кривун, начальник отдела предпринимательства Комитета экономики Гомельского облсполкома. Сегодня у нас в гостях. Марина Михайловна, отличаются ли районы Гомельской области по тому, насколько они благоприятны, привлекательны для развития частной инициативы? В принципе, законодательные акты действуют на территории всей Республики Беларусь и Гомельской области. Поэтому никаких особенных условий, различающихся за исключением сельской местности, малых городов и там более преференциальные режимы, нет. Но традиционно, как в принципе и в Республике, большая часть бизнеса концентрируется, вот порядка 53% это в Минске. Все Гомельские и остальные регионы вкладывают в копилку Республики по 10-12%. Точно такая же ситуация наблюдается и в нашей области. 45% бизнеса сконцентрировано в областном центре. Очень много в Гомельском районе, потому что он прилегающий. И уже, скажем так, по убывающей, это Мозырь, Жлобин, Речица, Светлогорск. И, конечно, поменьше в маленьких регионах. Но в маленьких регионах и вклад бизнеса в бюджет района и в копилку района достаточно весомый. Иногда он доходит до 40 и более процентов. Но в маленьких, мне кажется, регионах есть свои преимущества. Там меньше конкуренция, наверное, да, на рынке? Ну, с одной стороны, меньше конкуренции, а с другой стороны, трудности с ресурсами, с трудовыми ресурсами. Поэтому говорить о том, где проще, где тяжелее, это работа. Ну, все равно, получается так, что в Будоков-Шилевском, например, районе, я так понимаю, что ситуация одна из самых показательных. Я могу сказать, что у нас прекрасно работает с предпринимательством. Речицкий район великолепно работает, прекрасно. Чечерский, Ветковский, как я уже говорила, Гомельский район. Там несложно назвать районы, где на сегодняшний день руководством райисполкома не уделяется внимания развитию предпринимательства. Более того, скажу, что для создания условий и возможности оперативно решать все вопросы, связанные с бизнесом, в каждом районе создана комиссия по развитию малого бизнеса и созданию новых производств, которые, как правило, возглавляются председателем райисполкома. Этот год в Беларуси только начался, его уже называют прорывным для развития бизнеса. Причина сразу в нескольких документах, которые вступают в силу вот-вот в ближайшее время об их нюансах. Я надеюсь, что мы еще успеем сегодня поговорить. Но сначала, Марина Михайловна, есть ли уже в этом году прирост людей, которые изъявили желание быть предпринимателями? Ну, я могу сказать, что в прошлом году у нас тоже был большой, скажем, не прирост, а количество зарегистрированных, вновь зарегистрированных предпринимателей состояло 3,5 тысячи человек. То есть это говорит о том, что эта сфера деятельности интересна и привлекательна. По приросту по этому году у меня, к сожалению, пока еще нет данных, только месяц прошел. Рост небольшой, но порядка 80 новых организаций уже зарегистрировали свою деятельность в текущем году. Это только по итогам января. Что касается нормативно-правовых актов, которые направлены на стимулирование, скажем, самозанятости, это то, что касается регулирования деятельности физических лиц, ремесленной деятельности, это только с момента их вступления в силу прирост составил по физическим лицам. Плюс 700 человек, которые изъявили свое желание, уведомили о желании заняться индивидуальной деятельностью. И, если я не ошибаюсь, порядка 600 ремесленников. Ну вот на самом деле, насколько своевременно был принят этот документ, насколько правильное решение, потому что сразу люди, которые, в общем-то, иначе как хобби, наверное, свое занятие не рассматривали, объявились, появились из тени и могут себя нормально чувствовать на рынке и действовать. Ну, безусловно, был, во-первых, расширен перечень видов деятельности, которыми можно заниматься. По ряду видов деятельности снято определенные ограничения, допустим, вот кузнечное дело. Они могли заниматься изготовлением любой продукции, ну, за исключением, как мы говорим, заборов, скамеек, аград. То есть то, что наиболее популярно у людей, то, что делается своими руками, вот буквально недавно вступил в силу закон о ремесленной деятельности 12 января текущего года. И все ограничения сняты. Более того, по ремесленникам они действительно ждали этот документ. Если ранее реализовывать свою продукцию ремесленники могли только на рынках в специально отведенных местах, то сегодня ремесленник имеет право реализовывать свою продукцию в том числе и в мастерской, то есть в месте производства. Он имеет право рекламировать свою продукцию в сети интернет. Он имеет право реализовывать свою продукцию почтовыми отправлениями. Он имеет право осуществлять доставку. То есть ряд, скажем, таких упрощений, которые действительно подтолкнули людей к восприятию своего хобби как определенный заработок. И нету какого-то страха о том, что люди, рекламируя себя, свои товарищу продукцию, делают что-то неправильно, противозаконное. Теперь все это можно делать. Вообще, перечень видов деятельности, которыми можно теперь заниматься, не регистрируя ИП, исходя из чего он определен именно вот в таком виде? Ну, это указ о регулировании деятельности физических лиц, и до этого существовал подобный перечень. Он был короче намного, сейчас это 17 пунктов. Туда вошли парикмахерские услуги, туда вошли выполнение ремонтно-строительных работ, Вот туда вошли ряд работ, ряд оказания услуг, это маникюр. Ну, достаточно обширный перечень, в том числе и разработка сайтов, и услуги дизайнеров. То есть перечень действительно увеличился, и сегодня человек, спокойно имея основное место работы, еще имеет возможность, в свободное от работы время, уплатив определенный сбор, так называемый единый налог, заниматься спокойно этим видом деятельности. Уважаемые телезрители, а у вас есть возможность задать свой вопрос Марине Михайловне. Сегодня мы не принимаем ваши сообщения в Вайбер, к сожалению великому, но Телефоны и звонки принимаем, поэтому не упустите, пожалуйста, такую возможность. Звоните нам 340-043, номер телефона в нашей студии. Марина Михайловна, вот если человек с видом деятельности, которым хочет заниматься, определился, то как он должен себя официально обозначить в налоговой инспекции, для того, чтобы платить един налог? Ну, давайте мы определимся, что этот человек будет работать как физическое лицо. То есть он не будет регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, либо не будет организовывать с юридическое лицо. Это касается только физических лиц. Он должен обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства, написать заявление, уплатить единый налог и заниматься своей деятельностью. Если человек не платит единый налог, то что происходит дальше? Ну, при этом он стрижет своих соседей на дому или клеит им обои? Ну, если это чисто по-соседски происходит, когда вы пришли друг к другу в гости и не берете за это денег, и вашему соседу все равно будет он ходить с лысиной или он будет ходить в супермодные прически, то это не является. Ну, никому все равно. Ну, мало ли. То это не является. То есть если вы не получаете за это денег, можете помогать своим соседям сколько угодно. Но если вы оказываете эту услугу за денежные средства, то наказание, как правило, не заставит себя ждать. Как правило, люди рекламируют себя и в интернете, как я уже говорила, и посредством средств массовой информации, ну и сарафанным радио распространяется все достаточно быстро. Первое наказание – это два заставят заплатить налог. Следующее будет достаточно суровым. Это пять и более единых налогов. Ну, вот, наверное, неприятный момент. Поэтому забывать не надо. Либо помогать соседям безвозмездно, либо же делать все просто, совершенно спокойно. Лучше работать совершенно в открытую и спокойно. Все ставки единого налога в зависимости от вида населенного пункта, где человек действует, они разнятся? Безусловно, как и ставки единого налога для индивидуальных предпринимателей. Понятное дело, что ставки будут чуть-чуть выше в областном центре. Следующая градация – это город Мозырь, следующая – Жлобин и другие населенные пункты. Речи со Светлогорск. И уже ряд ставок, которые по малым городам идут, и по сельской местности. Более того, скажу, что не надо забывать, что для индивидуальных предпринимателей у нас еще есть такой преференциальный режим по декрету 6, он действует достаточно давно, с 2012 года. Так вот, для малых городов и сельской местности на сессию облсовета принимаются решения, и ставки единого налога по услугам идут с коэффициентом 0,5, то есть 50% от установленной ставки. Марина Михайловна, еще один вопрос, который связан с этой дизельностью без регистрации ИП. Если человек не является предпринимателем, то есть ли с него спрос за качество оказываемых услуг и, собственно, за безопасность жизни и здоровья людей, которые к нему обратились? Здесь я имею в виду стерильность инструментов, которыми он пользуется, оказывая парикмахерские услуги, услуги маникюра, например, или качество продуктов для торта, которые он выпекает у себя на дому, то как здесь будет регулироваться ответственность физического лица за то, чем он занимается перед другими людьми? Давайте не будем забывать, у нас есть замечательный закон о защите прав потребителей. Так вот, физические лица включены в этот перечень, и их услуги тоже можно, скажем так, если вам некачественно что-то изготовили, в соответствии с законом о защите прав потребителей, либо вернуть деньги, либо спорить в суде, либо добиться компенсации. Поэтому этим законом, он и раньше действовал, вполне регулируются все правоотношения. Потребитель защищен в данном случае, да, имея дело с физическим лицом. Как здесь еще будут реализованы права физических лиц по судстрахованию, мне интересно. Как человек заработает себе пенсию или пособие? Ну, если человек имеет основное место работы, и вот эта деятельность у него является дополнительной, то понятное дело, что все взносы он платит по основному месту работы. Если же это является его основным видом деятельности, то на сегодняшний день, я говорю именно на сегодняшний день, возможно, будут изменения, они рассматриваются сейчас Министерством по труду и соцзащите. Эти люди освобождены от уплаты взносов в фонд социального страхования. То есть фактически и стажем не пойдет. И с пенсией будут потом большие проблемы? Да, с пенсией будут проблемы. То есть об этом стоит задуматься, и начиная такую деятельность, не регистрируя ИП, не платя взносы, нужно быть готовым к тому, что на свою пенсию откладывать себе нужно самому. Безусловно. В таком случае. Но опять же скажем, что человек имеет право, необходимо обратиться в органы социальной защиты, в фонд социальной защиты населения, и заключить договор, возможно, о добровольном страховании. Продолжим нашу тему. Новации в законодательстве, которые вступают в силу в этом году. Ключевым документом, который направлен на улучшение бизнес-климата в стране, является декрет президента номер 7. Он уже на днях вступает в силу, в следующий понедельник. Дает предпринимателям беспрецедентную на данный момент свободу. Скажите, пожалуйста, как этот документ выглядит на фоне законодательства наших стран-соседок? Есть ли что-то подобное вот еще в мире? Безусловно, есть. Мы, я знаю, что при подготовке этого декрета, в том числе и за основу брался мировой опыт, у всех стран абсолютно разные подходы, даже у стран постсоветского пространства, даже наше законодательство отличается от законодательства России, от наших соседей, от законодательства Украины, от стран Балтии. Все достаточно индивидуально, но я могу сказать, что Беларусь шагает так, достаточно на лидирующих позициях. И действительно, декрет, само принятие декрета назрело. Это документ, который родился не за один день. Практически весь 17-й год бизнес-сообщество и совместно с органами власти вели достаточно конструктивный, местами жесткий диалог. Вот такой документ родился. И он, в принципе, мы не говорим о том, что отпустили на свободу, мы не говорим о том, что... Или кого-то там, не знаю, прижимают. Мы говорим о том, что сегодня бизнес и предприниматели несут максимально ответственность за свои действия. В то же время мы не вмешиваемся. Мы продолжим обязательно эту тему, потому что тема важная. У нас есть телефонный звонок на линии. Здравствуйте, мы слушаем вас. Алло. Вас. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Добрый вечер. Значит, у меня вопрос по ремесленной деятельности, по созданию бизнес-плана. Во-первых, первый вопрос. Существуют ли инкубаторы, чтобы как-то организование происходило для безработных, подача, расклад, бизнес-плана. И как-то то, что дают, например, нам, очень, понимаете, как-то абстрактное. Нету конкретного... Вообще для ремесленника очень тяжело прогнозировать саму выручку даже. Да. Будущего дохода. Чего бы вы хотели? Вы хотели бы поддержки, консультирования, ведения, да, вот этого вида заработка. Скажите, а вы откуда регион? В Гомеле. Вы в Гомеле живете? Да. Спасибо. А каким видом деятельности занимаетесь, если не секрет? Я планирую заточка ножей, изделий, помощи дачникам при обработке огородов и так далее. Поняли вас. Спасибо. Вы сразу же можете записать адрес инкубатор малого бизнеса со статусом, который присвоен Министерством экономики, расположен в Гомеле на улице Жарковского, 24А. Называется он Белтраст Инфо. По понедельникам и пятницам, если я не ошибаюсь, в 17.00, но можно уточнить, проводится бесплатное консультирование, абсолютно бесплатное, консультирование для начинающих предпринимателей. Вы можете уточнить все вопросы и в дальнейшем взаимодействовать с этим предприятием. То есть туда можно обратиться прямо, напрямую прийти, в двери постучать? Безусловно. Люди для этого и работают. Вы не оторвете их от важных дел, да? Более того, хочу сказать, что руководитель этого предприятия, Тамара Михайловна Межевич, это аудитор более чем с 20-летним стажем, опыт работы достаточно серьезный, поэтому я думаю, что такие вопросы достаточно просто решатся. Если же вдруг вопрос останется нерешенным, комитет по труду занят, если в защите областной можете обратиться, уж если совсем не могу, то приходите на прием, я всегда буду рада помочь. Спасибо большое, Марина Михайловна. Давайте продолжим беседу. Мы говорили о декрете номер 7, который существенно упрощает жизнь. Частному бизнесу сводит к минимуму контакты с органами власти, в десятки раз сократил необходимые проверки, разрешительные документы и так далее. Как вы считаете, бизнес-сообщество сегодня готово вот по таким правилам честно работать с государством? Безусловно. Я все время говорила, я говорю, что большая часть предпринимателей регистрируется для того, чтобы легально и свободно и спокойно вести свой бизнес. Те, которые регистрируются с другой целью, как правило, попадают в разряд лжепредпринимательских структур. Поэтому больше 90%, то и все 99%, начиная свой бизнес, не собираются никого обманывать. Иногда возникают вопросы в процессе деятельности, когда человек не знал, не готов. То есть для того, чтобы обучить и понять начинающим, и у нас есть целая сеть центров поддержки предпринимательства, инкубаторов. С перечнем вы можете ознакомиться на нашем сайте gomilegion.by в разделе предпринимательства. Там всегда будут рады вас услышать, оказать услугу. Но что касается седьмого декрета, туда давно назрела необходимость систематизировать все требования к бизнесу и максимально их упростить. Марина Михайловна, очередной телефонный звонок у нас на линии. Здравствуйте, мы слушаем вас. Здравствуйте. Пожалуйста, задавайте ваш вопрос. У меня другой вопрос. Работая по контракту в ОАО, может ли молодой человек заниматься какой-то деятельностью? Жена у него на декретном отпуске. Можно ли совмещать предпринимательскую деятельность и официальную работу в открытом акционерном обществе, правильно? Да, он работает, имеет в акционерном обществе, и может быть, либо ИПшником стать, либо ремесленником, либо кем-то. А уже какие-то есть у вас предпочтения? То есть все-таки ИПшником или ремесленником? Нет, нет. Потому что ремесленником-то можно стать не ремеслируясь. Скорее всего, по интернету что-то делать. Ну, я готова ответить на ваш вопрос. У меня несколько уточняющих вопросов. Контрактом не ограничена его деятельность. В ряде контрактов, особенно у специалистов, скажем так, руководителей и главных специалистов, в соответствии с законодательством о борьбе с коррупцией, есть ограничения на занятия предпринимательской деятельностью. Допустим, такие ограничения точно есть у всех госслужащих, у всех военнослужащих. Если он не приравнен и в его контракте наниматель не сделал специальную оговорку, он имеет право заниматься любым из видов перечисленной деятельности. Кроме того, он имеет право учредить предприятие и даже им руководить. Тут только стоит определиться, будет это регистрация в качестве индивидуального предпринимателя? Либо это физическое лицо, либо это предприятие, либо это ремесленник. Единственное ограничение, которое может быть, оно, как правило, предусматривается в трудовом контракте. Спасибо большое, Марина Михайловна. Далее я хотела бы продолжить и еще об одном важном документе сегодня поговорить. Указ о развитии торговли и общественного питания и бытового обслуживания. Предпринимателям, которые в этих сферах работают на селе или в малых городах, предусмотрен ряд льгот. Расскажите, пожалуйста, о том, какие преференции можно получить, развивая указанные сферы. Ну, как я уже ранее говорила, был в 2012 году принят декрет номер 6, он назывался «О стимулировании предпринимательства на селе». И преференциальные меры касались только предприятий, оказывающих услуги и предпринимателей, или занимающихся производством. Они остались, он и действует. Но со временем назрела необходимость для того, чтобы сельский житель имел возможность и такую же доступность розничной торговли, бытовых услуг, общественного питания сделать что-то, чтобы привлекло туда предпринимателей. Ну, могу сказать, что на 5 лет, то есть с 1 января 2018 года по 2022 год, если индивидуальный предприниматель, он имеет право уплачивать единый налог в месяц, который равняется не установленным ставкам, а одной базовой величине. Для юридических лиц снижаются ставки других налогов, они освобождаются от ряда налогов, и ставка по подоходному налогу составляет 6%. Более того, могу сказать, сняты ряд ограничений при осуществлении розничной торговли, в том числе алкогольной продукции. Есть возможность делать автолавки, то есть развозную торговлю, есть возможность в общепите не присваивать категорию своему объекту и называть его бургерное, шашлычное, если раньше были только рюмочные кафе, рестораны, то сегодня можно обозвать его как угодно, этот объект. Есть возможность не согласовывать состав, блюд, перечень, цены, меню. То есть свобода достаточно серьезная, но и опять же, все равно никто не освобождает от выполнения ряда требований санитарных норм. Да, то есть можно не уведомлять о том, что в составе вашего блюда, но как защитить? Защитить тогда потребителя? Ну, на сегодняшний день, если раньше был определенный рецептурный перечень, составлялась каждый рецепт, норма вложения, то на сегодняшний день вы можете разработать свою рецептуру своих блюд. Более того, могу сказать, что даже рецептура алкогольных коктейлей крепостью до 28 градусов, вы можете не придерживаться общеустановленной, а разработать свое. То есть всякие медовухи, клюковки, это все возможно сделать. В сфере агроэкотуризма государство тоже пошло навстречу по желаниям предпринимателей, выслушало, учло их проблемы. И вот это дело, которое, оно очень привлекательное на первый взгляд, построить усадьбу, принимать гостей, оно ведь серьезных доходов своим владельцам не приносило никогда. Как вы думаете, сейчас ситуация изменится с нового сезона? Ну, спорно говорить о том, приносило, не приносило серьезных доходов. Ну, мало кому все-таки. Да, безусловно. С трибулем мало кто работал. Это, опять же говоря, что это очень тяжелый труд. Но один тоже из таких серьезных документов. Более года над ним велась работа, более года спорили, какие преференции вводить, какие не вводить. И в результате родился, по моему мнению, очень, скажем такой, прогрессивный документ. На сегодняшний день сразу давайте оговоримся то, что деятельность агроусадеб – это не предпринимательская деятельность. Ею могут заниматься либо физические лица, либо фермерские хозяйства, либо сельхозпредприятия. То есть индивидуальный предприниматель не попадает. Юрлицо другой организационно-правовой формы тоже не может этим заниматься. Поэтому мы возьмем, наверное, все-таки физических лиц. Вот у них как-то тяжеловато было. Сегодня физическое лицо, которое зарегистрировалось в качестве агроусадьбы, уплачивает единый сбор, одна базовая величина в год. То есть и может спокойно работать. При этом расширился перечень услуг, которые предоставляют агроусадьбы. Это и проведение банкетов, свадеб. Сегодня это совершенно узаконенный человек может получать за это деньги. Это и катание на лошадь, ну, за исключением диких животных, на всех возможных животных. Это и услуги гужевого транспорта. Ну, это ряд, просто это и приготовление блюд, это изучение национальных обрядов. Более того, скажешь, что если раньше было жестко ограничено, что это должен был быть жилой дом, то сегодня, в соответствии с законодательством, возможно строить гостевые домики. А их проще вводить в эксплуатацию. Там законодательство значительно проще, и требования поспокойнее. Поэтому, говоря о развитии агроэкотуризма, могу сказать, что да, сегодня 161 субъект хозяйствования, субъект агроэкотуризма этим занимается. Из них 7, это которые созданы на базе сельхозорганизации, остальное это физические лица. То есть порядка 155 усадеб у нас это физические лица. И я думаю, что в ближайшем будущем это примет достаточно серьезно. Марина Михайловна, сейчас проходят семинары с участием специалистов, на которых всем заинтересованным вот все подробно по новым документам объясняют. Скажите, пожалуйста, очень коротко, ближайшие, где и когда пройдет? 28 февраля в Рогачеве мы туда приглашаем предпринимателей Рогачева, Кармянского, Чечерского района, близлежащих. Буквально вчера такой же семинар мы провели в Жлобине. Очень много правовых вопросов возникает, поэтому всегда рады видеть в Гомеле и в других регионах тоже будут. Спасибо большое за беседу. Марина Кривунь, начальник отдела предпринимательства Комитета экономики Гомельского облсполкома, была сегодня у нас в гостях. Спасибо вам за внимание. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова